всем привет и доброе время суток это подкаст дата кофе у нас сегодня гостевой выпуск генрих ананев решил забежать там гости еще разок и поделиться полезной информацией о различных программных продуктах вот так вот я завуалированно скажу в принципе дальше эту реплику можно дублировать на любой гостевой с генрихом да 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 вот я как раз хотел сказать если генрих бы заглядывать чаще то туда будет очень удобно привет всем привет я вот не знаю так как я второй раз на подкасте нужно ли мне второй раз представляться отсылку сделать нужно и может быть что-то изменилось на самом деле нет я работаю в той же компании компания большая занимается производством реализации федеральным сбытом алкоголя крупнейший производитель в россии вот данных много людей много процессов много задач от бизнеса много и стек инструмент и алкоголя тоже я должен был это сказать особенно сейчас очень глупый вопрос глупейший вот типа вопрос и откуда-то из-под стола просто можно сказать если так случалось в жизнь что вам давали подарки но я не знаю может быть оде бухгалтерии хотел сказать спасибо что вы один нас переподняли я не знаю чем они давали подарки не алкоголем же но ведь не знаю правда ну у нас каждый год на самом деле ну я думаю что мы не исключение во всех крупных компаниях ты не крупных тоже дарит подарки под новый год тем у кого есть дети там собираются подарки игрушек каких-то конфеты и прочих вот тут наверно исключений вообще сейчас у нас горячий сезон все у нас предновогодние все вещи сейчас все закупаются стрибьютор закупают властной линии на полную мощность работы основная выручка как как я вас поднимаю black friday еще скоро excel и горят просто получают и не только ячейки становятся круглыми с прямоугольник и краснеют на глазах условным форматированием горят блин да да все так блин про excel кстати раз мы затронули я прям вот быстренько хочу сказать до того как мы к первой теме про который ты будешь рассказать подойдем буквально на днях я не знаю насколько на днях случилось в целом в мире но вот у меня на компьютере на днях обновился microsoft excel который у меня теперь живет на компьютере и появилась теперь специальное всплывающее окошечко при открытии csv файлов в которых excel спрашивает по дефолту и говорит по дефолту мы конвертируем все ваши числа и прочее в даты вы хотите чтобы сейчас это произошло или нет мне кажется я ждал этого всю свою жизнь просто потому что это такая штука которая ну просто мешала жить мне кажется и сейчас они решили наконец-то про это спрашивать это вот без шуток это может быть она в человека часах типа там просто какие-то там не знаю два дня потребовалось на это на то чтобы это окошечко всплывающее сделать но но сколько это сэкономит времени пользователям просто невероятно сложно посчитать живет уже ну они пофиксили спустя практически 20 лет с этим связаны интересные истории я уже не помню то и где какой стране но какой-то научно-исследовательской группе полетели какие-то расчеты очень серьезно потому что потому что он конверт ну там где не надо было и вовремя это не заметили какие-то эти генетические подпоследовательность геномные части будем были конвертированы в даты и в общем все пошло не так как хотелось ну теперь все можно за геном человека и наконец-то можно data warehouse строить на экселе добавили питон по моему пару месяцев назад убрали вот этот авто форматирование дат все заживем ну на самом деле кроме шуток уже прошлый раз обсуждали что по сути под экселем живет колоночная база данных своя и в этом есть какая-то близость с темой который мы сегодня будем обсуждать прежде чем говорить что это за инструмент правильно наверное начать с того какую нишу мы занимаем потому что без этого станет непонятно потому что да где бишь только ну очень странно насколько крутая настолько же странно а а можно я я свои впечатления расскажу я признаюсь честно да где би вообще ни разу не щупал я прочитал про него наверное десятки статей различные сравнения скорости о том как он супер классно помогает большие объемы данных крутить и прочее но нету просто времени не хватает рук добежать и посмотреть и понять куда мы сможем использовать но первое ощущение которое у меня сложилось глядой глядя на него было это некий такой аналог или замена или что-то для skylight скажи насколько далек я от вот первое мое ощущение от жизни потому что тут ниша уникальна в том смысле что в этой нише нет конкуренции то есть он старается максимально быть похожим на skylight но при этом он настолько на него и похож и не похож похож с точки зрения занятия рыночной ниши и функциональности неправильно еще пока не монетизируется вот но с точки зрения занимаемой ниши да прямо в точку дело в том что у нас есть большой зрелый огромный рынок с аппаратами и open-source связан с стенд-алон с убд отдельными серверами серверными решениями большими которые могут там вертикально масштабироваться горизонтально масштабироваться и прочее и это всем известный рынок который можно разделить условно на две больших школы старая школа это рулайст база данных то есть база данных которые ориентируются на хранение записи строчками и column store база данных которые ориентируются на хранение данных колонку изначально зарождались и сейчас строчная база данных они у нас назначены для лтп нагрузки кстати мне надо как-то расшифровывать я думаю что слушатели вашего подкаста наверно должна оперироваться или надо ну можно и расшифровать я думаю большинство знает но кто нам запретить будем честны лтп на лтп нагрузкой задачи связанные с частыми апдейтами каких-то значений в строках они для этого идеально подходят поэтому строковую базу данных используется в бизнесе корпорациями для того чтобы использовать основу для систем серым систем банкинги и прочих раз да я единственно может быть добавлю от себя к этому определение что основная идея мне кажется ну или попутная идея что можно очень быстро обновлять существующие записи или удалять вот это мне кажется сильно прям отличает от всего остального да поэтому они используются для того чтобы поддерживалась транзакционность можно было откатить если что-то пошло не так вот в предположенности этому колоночные сервера как раз являются решениями для лаповской нагрузки и для нагрузки когда от базы требуется как раз не апдейты база требуется очень высокая производительность на таких задачах агрегация данных подсчеты всяких статистических функций на этих агрегатах более сложные эвристики например колоночные оконные функции так далее то есть полная противоположность строку и алекс как сказал есть еще skylight skylight не похож ни на то и ни на другое и но это не мешает ему быть самой распространенной базы у нас в телефоне наверное сейчас крутится две-три параллельно у каждого независимо от того android это ноутбуках повсюду да в браузере вот через который мы разговариваем мне кажется встроенный skylight тоже почему он так распространен потому что он может это как правило небольшой исполняемый файл который живет прямо в процессе и по сути глубоко интегрирован в текущее окружение то есть можно можно пользоваться плюшками с обода не выходя из своего там языка разработки получается что огромная мобильность нет никаких накладных расходов на передачу данных из окружения куда-то еще со стороны скрыла это гарантируется также какие-то вещи которые характерны для баз данных разум возможен транзакционность или еще что-то происходит конечно я мало чего знаю кажется у вас вот но иска лайт при всем при этом является провайс решение это все еще строчная база и в противоположность к этому дак диби как раз является колоночной базой данных которые также как и скиллайт работает на мире является частью ваших процессов видят объекты в окружении под ним поднимается просто там шелчку пальцев то есть не надо отдельно восстанавливать какие-то сервера резервировать железо учиться с драйверами и прочим получается что это такой джун из лампы который по первому требованию появляется делает что-то хорошо и быстро и также быстро исчезает как только вот вот она эта ниша звучит прям супер хорошо джин из лампы появляется все делает исчезает и же недостатки не может не серебряный пульт наверняка есть есть недостатки и они все являются производной от целевого назначения собственно самой базы как я уже говорил так диби это колоночная база данных и даже у них на сайте написано когда не стоит использовать дак диби наверно можно это ему записать в недостатке как раз то с чего мы начали так диби не стоит использовать когда требуется частые апдейты и в принципе апдейты потому что накладные расходы слишком высокие по сравнению со строчными также так диби не стоит использовать использовать когда вам важна транзакционность и все прочие моменты которые как раз характерны характерны для строчных с точки зрения каких-то технических проблем чтобы нащупать какие-то явные дефекты наверно с так диби надо очень плотно работать чтобы вот наткнуться на хоть какие-то там проблемы потому что я знаю что ребята в команде так диби очень упороты по тестам и вот и если посмотреть и сейчас там нет прям чего-то такого серьезного что характерно для сырых проект и к слову сказать у ребят на гитхабе уже почти 13 тысяч и это у них развитие за может быть там чуть больше двух лет такой рывок они качественно сделали при том что это не все еще не первая версия на самом деле именно это и вызывает вопросы то есть практически из ниоткуда появилась колоночная особая хотя вроде рынок но не то чтобы занят но есть решение вроде клихауса и что-нибудь подобного и так выстреливает 13 тысяч звезд все две два года есть аналог другого сметка который выстрелил диби ти но у диби ти нету конкурентов по практически на пустом рынке сам этот рынок создал а дак диби вышел на рынок который уже давно проработал во первых ну не знаю мне кажется диби ти наверное не прямой аналог это другой класс решение имеют с точки зрения там какого-то успеха да 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 я именно с точки зрения успеха что-то диби ти оп и сейчас всех утюгов каждый что-то не подвещало вдруг выскочил дак диби и тут я расскажу что на самом деле у дак диби была интересная предыстория на самом-то деле вот этой ниши узкой ниши колоночных баз данных в процессе поднимаются я узнал еще до появления так диби дело в том что где-то в 2015-16 годах у меня уже были задачи связаны с гитл предопоработками большого количества записей на моей стороне на стороне машины без каких-то там spark кластеров или еще чего-то вот и часто на тот момент он мне кажется была оператива там может и часто я упирался как раз вот эти гудочные горлышки связаны с тем что нет решения которое позволило молодить 100 плюс миллионов записей для того чтобы сделать предопроводки вот и я начал искать решение тогда еще не знал пакеты которые сейчас есть достаточно мощные сейчас я могу переключаться а тогда в принципе поиск в интернетах меня привел к чему-то странным называлась эта странная монет диби если перевести это маны известный художник в честь него вот и уже тогда я удивился как эта штука способна 8 гигов обрабатывать 8 гигов оператива обрабатывать значительно вот я начал смотреть посмотрел вообще кто разработчики монет диби и это были ребята из исследовательской института математики или компьютер сайенс в нидерландах то есть это чисто научный проект у которого были корни даже на википедии своя страница есть ну как бы отлично я использовал вот эту колоночную базу монет диби пока до определенного момента мне надо было обновить версию а ну это все еще не подарок уара своя экосистема и принципе также как и в пайтоне можно поднимать скачивать пакеты и также пользоваться какими-то сторонними решениями вот пришлось мне обновить определенный момент дистрибутив я начал заново устанавливать монет диби и центральную репозиторию мне прилетел ответ что все монет диби больше не удален я полез на гитхаб полез смотреть что люди пишут выше с помолен диби и там уже ребята из команды разработки от ведь начали отвечать что сейчас вот у вас есть альтернатива какая-то так диби к этому вот и с этого момента я как и все ничего не понял что это кто это тогда это было но тем не менее уже из гитхаба попробовал качнуть и уже тогда на старте она уже ничем не отличалась вот дальше уже появился уже чуть позже сайт появилась какая-то информация о преемник чего это как они связаны и выяснилось что на самом-то деле многие вещи которые были заложены монет диби они как раз перешли и одно не заменяет другое это два разных проекта но понятно что так диби мира сейчас с монет диби конечно космос вот достаточно блог почитать дак диби что делают с каждым релизом поэтому дак диби история принципе не такая что песка выскочил как там черта с бакер вот ну а кстати я хотел по поводу вот джень сравнение с кликхаусом если я правильно понимаю всю идею и вот как бы похожесть дак диби на SQLite это как раз отсутствие сервера и если я правильно помню для кликхауса все-таки нужна какая-то голова нужен процесс который будет обрабатывать запросы к этому кликхаусу а дак диби это просто но по сути также как как SQLite подключаемый пакет к пайтону и ты можешь сразу там в memory себе завести какую-нибудь базульку и как бы вот в этом принципиальное мне кажется отличие от кликхауса и других вещей я не знаю может быть SQLite сам по себе поддерживает разные типы движков под капотом в том числе и колоночные я никогда не исследовал этот вопрос но вот про дак диби я услышал из-за там статей каких-то новостей как как про первый в моем случае это был первый такой инструмент который позволяет делать у них там миллион всяких интеграций с различными языками программирования и там под различные операционные системы пакеты windows mac os и linux и прочее я там не удивлюсь я не знаю насчет arduino но на разбери пай на котором linux крутится стопудово можно все эти вещи запускать хотя если разбери пай мощный там наверное кликхаус летит но это другая история пока далеко нас сильно не увел с этим разговором генрих скажи пожалуйста вот я там среднестатистический человек который вот радуется долгожданному 20-летнему обновлению в экселе как который время от времени перекладывает там джейсончики какие-то трансформации в dbt пишет зачем мне мог бы пригодиться дак диби вот почему я должен всерьез на него посмотреть ну начнем с того как ребята в принципе его сделал ребята как бы я не знаю какая доля в проекте является именно их ноу-хау потому что ребята старались брать все самое лучшее от того что являлось релевантом при этом не делали там швейцарский нож который там как пандус делает все там предопработкой данных занимается корреляции еще чуть там рисуются графики делать ребят все равно были на заточены на производительность и большая часть проекта состоит из того что они внедряли на основе каких-то очень там серьезных исследовательских статей пейперов либо решений которые полностью уже себя доказали например синтаксистические анализаторы сквеля они взяли из постгрэк вот векторный движок исполнения то есть по сути это ядро как диби они унаследовали атманы по чтению джейсонов я уже не помню как называется но там какая-то очень тоже серьезная штука которая параллельно и очень и очень эффективно читает джейсон то есть по сути то то же самое с свихами все свихи тоже мультифлидинг параллельно закачивает очень плюс авто детекция типов полей и прочие вещи а понятно что они не с нуля писали но при этом они вкладывались то чтобы это все собрать уедино чтобы это все стабильно работала не падала на тестах и дальше уже все это не расширяли каким-то там свои то своим синтаксисом конечно это SQL но SQL тоже непростой вот в чем его плюшки помимо того что сказал что это как джин из лампы может выскочить в любой момент только по 3 эту лампу он прямо рядом и надо ничего делать допустим у вас окружение некое неважно где где уже есть переменные свифте си плюс плюс джулия джава что там ну там много на самом деле языков этим можно пользоваться можно напрямую взять какой-то дата фрейм и сказать а теперь да к тебе возьми его и обработать то есть условно если мы возьмем python у вас есть дата фрейм от пандаса рядышком лежит дата фрейм от паварса рядышком лежит какой-то еще дата фрейм ниже мы пишем так дебе select from дата фрейм от пандаса все и так далее понятно что он все делает им мире как часть процесса кроме этого ничего не мешает заставить вести себя так тебе как северную базу данных то есть он может записывать все эти источники в свою базу с расширением так дебе и ну либо типа сможет сохранять именно как база данных то есть там будет внутри и схем и таблицы в этой схеме и вьюхи какие-то и индексы что-то еще что-то еще также он все это не просто так хранит а сжимает свои собственные пристики опять же они взяли алгоритмы сжатия тоже как все самое лучшее из разных пейперов каждый тип данных под каждую колонку он свой вот в чем еще в чем его плюс на самом-то деле мы говорим что вот уже несколько раз я сказал что так дебе номере но это и так и не совсем так потому что удак тебе есть стрим процессинг движок который вместе с оптимизатором понимает когда у тебя оперативной памяти хватает чтобы распараллелить задачу а когда у тебя оперативной памяти не хватит чтобы распараллелить задачу на каких-то больших дата фрейм и он начинает выводить процессы поочередности то есть когда у тебя начинает ты сталкиваешься с задачей условно тебя 16 гигов оператив из которых у тебя свободно гигов 8 а тебе надо сейчас перемолотить сто сто пятьдесят миллионов табличку в 150 миллионов записи естественно все она у тебя может и не влезь но условно 40 колонок при этом да где без правиться задачи при том что казалось бы он вроде бы как и мембери как он это делал потому что он помимо того что он у него есть буфер менеджер свой у него есть стрим обработка когда он что-то сделал проагрегировал сохранил уже строчку которая является агрегатом по сути переходит к следующему так сказать патчу вот и помимо этого у него есть если уже ситуация критическая то есть даже при такой критической ситуации памяти совсем не хватает он не улетает в out of my мире при этом он начинает проливать это потихоньку на диск если там это ssd диск это вообще не за поэтому с точки зрения оптимизации производительности ну на данный момент сейчас вовсе очень хорошо и скажу больше раньше я прикладывал ссылки на бенчмарки всех крупнейших решений аналитическим базам которым занималась компания что они с двадцать первого года кажется перестали этим заниматься и как раз в эти бенчмарки подхватил так дикт вот и по последней версии да где пилот они третьего ноября последний бенчмарк открытый код то есть может воспроизвести если есть мощность их последней версии обходит как и поларс так и кликаус на 50 гиговых данных естественно все на том же железе поэтому сейчас это довольно серьезная такая у меня вопрос вот как раз был связанный с моей жеком управления ресурсами раз у него есть такой батч процессинг движок до понимает что ресурсов не хватает как эту штуку на слово разворачивает вообще подходит in memory базам или нет я запускаю в докере да и хочу докер обрезать там дать ему не знаю минимум cpu там столько-то оперативки и так далее вот все эти ухищрения позволят ему там обрабатывать большие объемы или в какой-то момент можно уткнуться в неожиданные места потому что я понимаю код на плюсах написан и должна быть довольно сложная штука вот как вот его готовят в этом плане или это типа не надо обрабатывать поможет так тебе огромный объем у данных на телефоне искать не загружать гигабайтами или тут так не работает сами они пишут что принципе их решение годится для обработки там нескольких сотен миллионов запись при этом последней версии если там версии какая-нибудь 6 еще падала в out of memory последние версии по их там бенчмарком не уходит в out of memory все что теперь возникает на таких ограничениях это просто большая длительность обработки при этом она все еще там является не критически длительный справляется то есть можно в докере урезать я не знаю до четырех оператива допустим свободные имена памяти оставить ему и будет он выполнять там обработку там 100 миллионов таблички там 60 секунд там будет минуты полторы это все еще нормально это работа и всех остальных плюшков и я вот что хочу спросить вот возвращаясь к более какому-то практичному к практичной области что ли вот условно мы говорим что если свои файлы очень большие которые слот над которыми сложно выполнять какие-то аналитические функции агрегации прочее потому что это будет невероятно долго либо там не влезет в excel я не знаю или еще что-то и при этом вместо того чтобы какую-то специальную базу под это поднимать можно в момент заюзать библиотеку dagdb которая в грузит эти данные в память может быстренько что-то обработать и куда-нибудь выдать потому что я сомневаюсь что в этом формате dagdb кто-то будет долгосрочно что-то хранить все равно скорее всего какие-то результаты этих расчетов куда-то отправят соответственно это какой-то такой инструмент которым можно очень быстро удобно что-то посчитать не устанавливая базы и ну условно вот есть у нас там я не знаю air flow вот дин и нет мы вспомним за дину про air flow и допустим у нас есть какой-то пайплайн где мы csv загружаем вместо того чтобы их там не знаю чистым пайтоном обрабатывать пакетом csv или там пандасом вместо этого мы можем взять dagdb все будет гораздо лучше ничего не упадет в память там что-то сагрегировали от процессе или и потом куда-то дальше передали да вот такая получается основная как ниша я пытаюсь нарыть нишу потому что я как вот упомянул до этого я несколько статей читал я в новостях вижу и так далее но я пока так до сих пор не взялся вплотную за него потому что я никак не пойму куда его я буду прикручивать если место вот где мне надо это прям заюзать и будет очень хорошо на самом-то деле ниша и та и другая то есть как ты правильно сказал первый кейс когда тебе надо срочно что-то в инмемере быстренько обработать ты понимаешь что у тебя пандас там упал исправляется абсолютно вот и тебе надо решить задачу здесь и сейчас хоковые какие-то задачи еще что-то там это первый кейс и второй кейс когда мы говорим про регулярные там етель процессы которые у нас должны происходить там заданы периодичностью и прочее я как раз хотел вот второму кейсу тоже пример привести у меня как раз был проект как мне там помогал да где девочек кейс прямо один в один как ты начал говорить то есть но только там источник данных были не все смехи источник данных были другие с убд была скриптовая предобработка то есть начал у меня я получал эти данные из разных баз дальше потом на своей стороне предобрабатывал и сохранял в каждый месяц то есть каждый месяц это месяц там месяц продаж вместе с остатками по всем магазинам по всем продуктам с датами с прочим вещами что достаточно тяжеловесный файл получался и сохранял я его в паркет соответственно таких паркетов у меня накопилось там года за три достаточно большое количество и плюс каждый месяц я еще апдейтил текущий месяц то есть у нас сейчас девятый ноября значит я вчера бы я запустил с первого по восьмой перезаписал паркет и так далее накопить в чем здесь также мощь дак тебе дело в том что дак тебе может смотреть на паркеты как на единую таблицу данных сколько бы их там не вот и здесь дак тебе уже выступает не как мы мире субэдэшечка типа там спил лайт колоночка здесь он уже выступает скорее как движок а спельный типа как трина вот и при этом скорость чтения паркетов у него настолько быстро то есть все свин читает просто очень хорошо и очень быстро то что касается чтение паркетов тут просто какая-то космическая скорость у меня как бы первый опыт как раз был связан с другим кейсом когда мне разово пришлось получить из такой системы как сап все движение товаров мне ее выгружали все свифайлы была задача построить остатки на дату дайте мне остатки я построю слушай извини нас сапе нет остатка сейчас у нас сапе передвижение товаров приход продажа на кассе списание потери порча бой там коррекции по инвентаризациям и прочее из этого ты можешь собрать тебя отлично давайте хорошо вот тебе сию свишки и я уж не знаю не помню сколько там гигов было то есть там страшно количество я просто поставил на ночь скрипт который циклом перебирал их всех пересохранял в паркет и утром пришел и как раз подумал ну вот вот и первый кейс для да где но он уже тогда был такой достаточно серьезной версии 6 как раз что это вот написал запрос сейчас вот я пойду обедать потом я пойду попью кофе немножечко там пройдусь вернусь и интересно сколько мне после этого еще придется подождать запустил у меня в этот момент уже начал там что-то деваться меня там коллега отвлек там минут на пять разговором ворачиваюсь смотрю на экран и вижу результат от этими парки это уже паркетом какой-то баг так я отложил обед я взял последний месяц контрольный из его результата полез в этот сис в исходный сравнил и результат оказался верным не может такого быть за это время взял другой месяц и он тоже оказался веру после этого я уже понял что паркеты плюс дак тебе это вполне себе продакшен решение так что во второй месяц интересно вот про тот кейс для именно использования на своей машине не как частитель процесса а у себя какие-то расчеты делать я впервые что по о чем подумал что надо же какой-то интерфейс к этому но типа если мы говорим о большом количестве пользователей то получается они там excel знают но там sql например не знают но какие-то простые вещи они могли бы сделать там я не знаю отсортировать датасет там были может быть очень простого и с киэль написать нужен какой-то интерфейс они эти люди не будут скорее всего писать на пайтоне код чтобы вот быстрее обработать и пошел смотреть оказывается ко многим инструментам уже есть драйверы и в принципе о dbc драйвер есть наверное jdbc но есть различные другие в том числе там dbiver и прочие инструменты то есть можно прямо в них добавить создать буквально новую базу себе вот туда где бы подгрузить в нее файлик и и все делать все то же самое что как бы и с другими базами выглядит очень удобно так но единственное что dbc для колоночной базы данных будет так себе решение потому что у него легоси довольно существенный старый драйвер начали над его задумывали вот jdbc и вот я забыл уэра драйвер а dbc по-моему называется последний драйвер очень вот это как раз то что надо да и dbiver самое наверное удобное решение будет если хочется нормально обещать или к нему там вообще пакли в исходом я помучился на винде у меня почему-то так не взлетел потому что помимо скальтулс начал требовать но джи с установил но джи с начал требовать асинг асинг нормально не встала не стала разбираться потому что пороться но так наверное в принципе это наверно какой-то особо был случай с мидой а так я думаю но при всем при этом как бы если ты не знаешь у сквер наверно тебе и да где бит не нужен какой бы он не был странный это все-таки все-таки это суббота все-таки система управления возьми данных все-таки и кстати сквель там тоже очень если бы и если бы как целью можно было прикрутить дак диби как бэк-энд мне кажется это была бы пушка сейчас уже это вообще столь цель уже имеет python правда облачный на python значит мы открываем excel инициируем python в пайтоне номере инициируем дак диби получился там заяц водки ну наверное так можно сделать но но я имею ввиду подключить просто как источник или как файлик открыть и работать с этими данными но через вот эту библиотеку которая ускорит все там аналитические прочие вещи я вот посмотрел по поводу диби вера как оно работает и пишут что два режима подключения либо рид райт но сингл коннекшен и никто больше ничего с этим не делает либо мульти коннекшен но рид он ли для всех вот то есть если самому себе по разбираться локально отлично если где-то в теле процессе запускать надо понимать что не получится распараллилить скорее всего это на разные там допустим сервера а если в режиме чтения то прям отлично подойдет все так но мы еще не затронули тему облачного тот самый мобор дак который является как раз облачным решением и там тоже стать копался сайте у них кстати тоже там есть интересные фишки помимо всех стандартных облачных плюшек типа там коллаборации аналитиков на юпитер подобные ноутбуки где можно сквер писать и прочие штуки там за запуске по расписанию масштабирование реализация нескольких так тебе они сделали очень интересную вещь я пока до конца не понимаю как это работает у них есть как бы гибридная работа то есть если у тебя как твоей клиентской машины установлен так тебе локально и ты подключился со своим аккаунтом к мавардак кластеру этих уток кстати этих уток то задача начинают параллелить экзекьюторы не только в облаке но и у тебя обменивать как это там решается это очень интересно мне самому как балансировщик у них работа если он там вообще как они решают когда там когда передавать с буфера что но они говорят о том что у них есть такая фишечка в отличие от других как раз гибридная обработка данных а это тот тоже входит в open-source решения или мазер дак это платная часть и как раз в этом может быть монетизация заключается скорее всего да я еще не смотрел если они еще не так не заявили то скорее всего скоро должны назвать потому что это уже будет просто расточительство да ты такси думаю что да вот прикольно учитывая что они делают акцент на том что это колоночная аналитическая база данных у них SQL имеет много аналитической специфики которая прям сильно может облегчить жизнь я залез на документации на список функций я понимаю что я из полного списка дай бог используют использовал процентов 5 вот и есть такие функции которые например других базах данных решаются как минимум одной с этой ешкой вот ну например там приходилось ли вам когда-нибудь возможно сейчас возможно в прошлом а может и сейчас столкнуться задачами выбрать например самого там из каждой группы выбрать например самого объемного клиента и сам объемный бренд по продаже обычно там это решается минус это ешка да когда мы там спускаем цветы оконную функцию пробегаемся внутри каждой группы ищем максимум а потом основным запросом ссылаясь на эту цветы ешку делаем ограничение там выбери там ну например если оконка там у нас с этой ешки пробежал с рынком каким-то рангом да дальше мы ограничиваем ранг номер один в каждой группе например в каждом рынке там сбыта выбираем например самого объемного клиента то есть это как минимум конструкции там на два запроса с плюс оконной функции плюс еще что-то плюс еще что-то либо это под запрос джурина если мы не хотим например закон так теперь это просто очень компактная функция арк мин или арк макс то есть все в рамках одного запроса мы пишем покажи на в каждой группе там select группа , максимум по какой-то там колоночки , арк макс клиент ну то есть внутри скобках клиент , и ссылка на эту колоночку с чиселкой все ну from табличка все в одну строчку и он абсолютно быстро вытаскивает как раз арк минимум или арк максимум максимально минимальный объект в каждой группе вот помимо этого там есть то чего мне всегда отсутствие раздражало в других местах ну вот этот самый группбай в котором надо прописывать все что ты там понаписал в select я думаю вы наверно как и я копипастите если вообще занимаетесь таким потому что писать все это мутро грубая да да я уверен что они я уже говорил что они собирали все самое лучшее и то есть других решений ну не во всех вот здесь это прям не во всех но но да респект вот я еще смог открыл список тоже квалифай смотрю есть тоже я очень прям доволен кроме этого у них есть вещи которые ну не знаю может быть даже других тоже есть возможно что прикрался например когда мы пишем нам нужны все поля мы стараемся пока еще компактный код писать когда мы пишем ту самую звездочку конечно там с точки зрения стабильности кода не самое лучшее решение ну когда нам опять же быстро анализ провести все когда нам нужны все поля кроме какого-то одного или двух нам придется честно писать эти 38 полей 40 так дебе есть функция там по моему accept она называется или exclude сейчас уже не помню когда ты пишешь звездочку эксклют да склод и и и есть еще реплейс можно подменить что-нибудь в сноуфлейке это ренейм называется но хочется сказать слушателям не делайте таблиц тридцатью восьми полями ну крикхаус так не думает чтобы не вот это прям сложно же людям перечислять потом все вот кстати мы приходим еще к одной концепции колоночная база данных например как раз у крикхауса парадигма того что давайте вы все будете работать широкими таблицами мы вам гарантируем производительность широких таблицах но за эту производительность придется платить не очень крутым джойн как раз вот да где бит учитывая что он заточен для аналитиков аналитик за одну работа аналитика безотребно вообще связано с джойн вот как ни крути джойны постоянно потому что это всегда справочник всегда обогащение каким-то внешним источником еще чем-то еще чем туда где без джойнами все отлично вот у них свои быстрые индексы под свои алгоритмы и у них есть еще такая штука как и на колете джойнс когда у них осов называется это там когда мы делаем select табличка осов left join другая табличка что это значит это значит что мы можем соединять сущности по полям которые прямо не связаны между собой чаще всего это время когда у нас условно есть продажи где у нас есть таймстэмпы то есть по сути дейтайм когда состоялась продаж есть вторая табличка например с рискуром на какой товар какой продукт в какой момент времени цена установить естественно частотность на стороне таблицы продаж будет выше там продажи каждую секунду или каждую минуту частотность на пресс-куранте может быть там обновление цен допустим раз в сутку или там раз в неделю и стоит задача поджинить прицепить вот эти самые цены к продажам как раз вот этот фишечка осов на джойных этим занимается я для себя просто запомнить назвал магнитный джойн магнитный потому что данные притягиваются к максимально близкому аналогичному значению и это фишечка дак тебе тоже и я тут еще одну штуку извини под по поводу селектов прочитал из документации это прям вот в моем случае кажется абсолютно проклято в селекте есть дополнительное ключевое слово columns и можно через regular expression задавать имена как отбирать имена колонок из базы мне кажется это что-то в заграни вообще добра и зла а почему кстати мне кажется там максимально не читаемо это никак не предсказуемо то есть одно дело ты явно перечислил колонки и ты там можешь под какие-то тесты на это запустить или распарсить что-то или наоборот генерировать эти штуки а если у тебя рег экспы тут не забываем что как короче но у кого инструмент аналитиков аналитики ребята те еще извращенцы да да я по себе знаю что стал мне приходится такие вещи творить что наличие рег экспов там надо немножко пояснить о чем сейчас сказал когда у вас много колонок я уже пожалел по погоди я уже пожалел что сказал потому что чем больше мы говорим регекс тем больше людей захотят посмотреть что это такое и тем хуже будет мир вот я все-таки двумя руками за рег экспы и прям я считаю что инвестиции в рег экспы как минимум окупаются тем что раз изучить регулярные выражения ты можешь применять практически без изменений в любом языке где он поддерживает скажи пожалуйста ты их пишешь или читай читаю пишу но я не буду хвалиться что я там маэстро рег экспов но на уровне медла рег экспов наверное я точно рожусь и жизни не облегчают неимоверно я себя максимальным джинном постоянно каждый раз чувствую да или каком-нибудь чат gpt или еще куда-нибудь иду спрашивать что здесь написано и и обычно это заканчивается тем что я переписываю пишу новый рег эксп с новыми условиями и они правлю существующий потому что когда ну и там не знаю просто найти число в середине имени это одно а когда речь о том что там у тебя не знаю такой длиннющий рег эксп который надо сидеть и просто вот парсить это прям мука али кстати а те именно рег эксп смущает ну рег экспы же могут быть простые в смысле а если бы это был не регепс а какой-нибудь близкий к сквиле синтаксистам про процент что-нибудь или подчеркивание что-нибудь да все то же самое это все зло вот все ты же знаешь что сноу флейки есть такая штука конечно знаю это зло именно поэтому я считаю что это вот конкретный пример когда простой регепс рег эксп именно акцент о том что он простой настолько простой что это практически сквельный лайк где я мы там процентик ставим начало и конец фишка в том что у вас появляется возможность именно отбирать по колонкам простой пример когда меня датасет который состоит там словно из тридцати колоночек с чисел необходимо использовать на этом датасете некую модель машинного обучения которые требуют нормализации наверно сейчас мак уже понимают то есть есть модель машинного обучения которые требуют чтобы масштабируемость каждой колонки была сопоставима с масштабируемостью другой например первой колонки нас миллионы долларов во второй колонке у нас там миллиграмма чего-то в третьей колонке тоже будет признак по описанию событий но надо их всех выровнять чтобы масштаб был один соответственно что можно сделать можно сделать копию этих колонок но прогнать по функциям которые как раз от масштабе чтобы различать эти колонки естественно должны называться те же 50 но немножко по-другому можно сделать префикс например скил то есть field 1 и есть кейл и так далее 50 что а теперь нужно гибко отбирать где-то отбирать исходные а где-то отбирать skill вот без этого прямо умрешь когда у тебя нет когда ты можешь в регуляр очки просто задать открыть кавычки скейл от . звездочка и доллар в конце а даже без доллара максимально просто и быстро выбрать датасет передать его там например в кнн или в комминс или я не знаю в любой алгоритм машинного обучения а где-то у тебя наоборот надо показать исходные потому что бизнес должен понимать а почему алгоритм делает то-то то-то ты не можешь ему скил от столбцы свои показывать тебе нужно хранить и то и другое и чтобы не упарываться и отписывать 50 столбцов здесь в селекте 50 там селекте и сама регулярка несложная а я еще хочу сказать как раз то о чем ты говоришь вот этот каун с регуляркой наверное сейчас еще больше ругаться алекс дак дебе позволяет скормить каун с регулярка внутри скормить функции например мин а в игре и в макс произойдет следующее понятно да что производит он отработает и сделать 50 максов 50 минов и что угодно это гипер удобно не за мне нравится аналитики очень в восторге не почти что уверен ну как любой сложный инструмент и он конечно можно неправильно использоваться страны тебе вновь каждый сам отвечает я пока быстро нашел сравнение с кликаусом и тут интересно во первых у кликауса есть кликаус local это такая лайт версия кликаус который разворачивается у тебя такой локальный сервис ты можешь писать запросики кликаус и работать локально близко к дак дебе но не так тебе потому что дак дебе процессор в процессе стартует память обрабатывает и сравнивали кликаус локала дак дебе кликаус локал шустрее в три раза примерно тех же запросов кстати в статье где я специально отобранных запрос не ну сложно сказать на специальных нет по одному сравнению сложно понять но в той статье что я нашел в три раза быстрее в той же статье предлагалась прекрасная интеграция кликауса и дак дебе это в кликаусе и дефки писать с использованием дак дебе то есть пишет дефку в которой пишешь селект к дак дебе и в дефке стартует дак дебе ты можешь обработать какие-то информацию кликаусе через дак дебе выглядит как сумасшествие и в по коду выглядит так у тебя внутри сквельт запроса еще один сквельт запрос внутри дефки вам прекрасно и если я правильно понял у статьи на это обратил внимание миловидов создатель кликауса и он из кликауса достал запускать из дак дебе стал запускать кликаус в обратку они по запускали так друг другу и так родился проекта сейс дебе кх дб и сейс дебе он стартовал в августе этого года если я правильно почитал этот прям прямой аналог так дебе сейс дебе это кликаус который стартует внутри процесса маленький пакетик он не настолько маленький когда к дебе из того что прочитал и пока больше употребляет памяти всего для того чтобы обработать запрос но тем не менее вот прямой конкурент он появился а судя по этим массов джоином и всему подобному кликаус прям много подбирает того что в дак дебе есть уж эти джоин тоже не так давно появились кликаусе но еще тренд вот сейс дебе то что появилось это прямо но прозвучало как вообще какой-то фрактал жесткий запуск одной субб д другой субб днем почему если python можно запускать вон почему бы не запустить другую субб д нормально все отлично вон снова флейки тоже вот у нас все гранты порублены никаких и дефек нас скале джаве не дай бог джава скрипте или прочим все выключено все все это но включая дак дебе от я посмотрел есть dbt дак дебе и получается что у тебя просто стартует дак дебе и что-то обрабатывают прям там где-то и дебете запускаешь ну почему нет по-моему прикольная возможность но вот вот это что то есть в этом миксе возможно мне кажется да но опять же бенчмарки наверное на той бенчмарке что каждый кто пытается сравнить свой продукт с конкурентами удивительным образом свой продукт становится лучше вот правильно был комментарий что на каких тестах все и открытый не исходный код эти самые важные я кинул ссылочку как раз где делали замеры с кликаусом и там как раз обратная история самооборот по последней версии все так тут должен кто-то независимый проверять и мне вот больше всего нравится тесты стандартные типа tpch или tpc ну тут скорее аналитические tpch просто не не все subod поддерживают полный скилл синтаксис стандарт и не все могут tpch выдержать особенно если джойна не очень а так синтетические вроде по селекте погруппировать или из одной базы другую вызвать понятно что каждый покажет тот набор данных на которых лучше всего работает кстати из таких извращений так тебе поддерживать на рача страшнее будет чем регулярно селекте он поддерживает в селекте лист компрехеншен я не знаю зачем это нужно кто это использует но тем не менее они это заявляют ну вот это прямо вот тут уже мне страшно селек лист компрехеншен но риском бы хенджем пара проще прочесть чем ребят все может может быть поэтому может быть не зря меня судьба отталкивала от того чтобы начать пользоваться да где бы я как узнаю все что там можно делать захочу вернуть вчерашний день сразу как это может как с питоном в кучу все может делать на питоне не нужно сделать на питоне все кучу что мне нужен питон вообще я был нужен всем нужен я был только все но смысле что возможно они прикольные наверняка за этим стоят я как понимаю много научных исследований этих ребят амстердам и кстати пока моп прекрасный город амстердам у меня даже появилась идея как можно использовать в своем проекте но больше в научном но опять же есть вопрос зачем использовать дак диби если в научный день можно использовать pandas или polar но интересно именно штука которую ты упомянул по поводу их внутреннего batch processing schedule который может разрезать давид как-то они умно соображают как разрезать большую задачу на подзадачу ну вот и сделать ее ну как бы в цикл по сути развернуть на это прям прикольная штука и возможно она заботиться о памяти тем самым не позволяя выводится лабора тивки я я не знаю как работы статьи там pandas с памятью и умеет ли он выгружать нет он падает у него проблемы с джиллом поэтому с кем и у пандоса пара проблем со своим собственным блоком и именно поэтому ему надо резервировать памяти чуть не в пять раз больше оперативно чем размер самого но что-то поэтому я подумал что можно хитро образом обойти у меня задача где постоянно растет некий стоит спейс задач вот в какой-то момент точно выводится из оперативки и в этот момент и все как бы если писать руками то я тоже смогу делать а если у них уже все сделано то почему бы нет звучит замечательно и еще есть веселые штуки так как это аналитическая база данных помимо всего прочего есть еще и чисто аналитические кроме там традиционных максимум средний еще что-то там что я говорил пример там можно считать регрессии сделать грубой по каким-то локом и вместо суммы написать там регрессия слов запятая регрессии intercept запятая а еще и метрика качества этой модели цен детерминации р квадрат и что произойдет условно если у вас там 50 тысяч групп внутри которых свой датасет у вас внимание за несколько секунд 50 тысяч регрессионных моделей сколько бы там в цикле пришлось бы это делать на пайтоне болот вот еще один как это причем не выдуманная задача для бизнеса например когда нужно посчитать эластичность по всем продуктам тут прямо это очень сильно может пригодиться с точки зрения поддержки такого решения звучит все равно покрыт типа лучше закидать железом пусть лучше это питомцы 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 да да и пусть там до 30 машин на класт и пустить поработают пашбут электричество чем вот это хотя наверняка с точки зрения того чтобы готовить звучит очень прикольно и намного дешевле вопрос что дешевле и с точки зрения усилий тех же надо еще мнение чужой перебороть сломать да там ты пришел и говоришь ребята я вам это сделаю за 3 минуты 26 но разрабатывать буду две недели вот так что да а помимо этого так как так тебе становится довольно зрелым проектом вокруг на его основе появляются другие проекты страничка описаны другие проекты которые базируются под капотом они сдать когда к тебе не имеют никакого отношения кроме как использовать его в качестве движка вот один из них я сам часто использую это так называемый тет если может кто слышал что это такое это возможность покрутить паркет либо си свиху как сводную табличку цель капотом так тебе делать всю работу всю агрегацию ты просто вот drag-and-drop и мышкой очень здорово все сиху быстро читают паркета вообще на лету и можно помимо этого есть проекты которые связаны и там под капотом тоже так тебе есть проекты связанные просто сверну с визуализацией с картографии как тоже да где бир а еще есть отдельная ветка да где бишь на которая связана с делом аналогии там с геоиндексами по стресс я вот эту тему очень касаюсь мы знаем что у них такая штука пропозволяет читать полигоны еще что-то близость сходство объекта это все так кажется что скоро это будет очень такая мощная штука возможно что немножко рынок перестроит в этой части именно аналитический паспи у меня такой вопрос вот представь обычных слушателей нашего подкаста ребят которые перекладывают данные они слушали этот час продак дебе крутая штука которая за два года выросла и у них рождаются мысли а стоит ли скакивать в этот паровоз может я уже упустил тренд а может сейчас уже есть какая-нибудь другая база данных которая не менее крутая чем дак дебе а может выстрелит вот отсюда у меня два вопроса первое стоит ли впрыгивать в этот паровоз дак дебе рекомендуешь нет и для каких задач и второе где-то нашел вообще информацию про дак дебе и не стоит ли сейчас поискать какую-нибудь другую трендовую чтобы да который будет решать задачи будущего так отвечу с конца в начало заскакивать безусловно стоят как минимум по той причине что альтернативы сейчас такой нет нет какой-то второй конкурирующей базы вернее она есть вот как раз будет ответ на первый вопрос как я вообще нашел дак дебе у нее есть так сказать прародитель который до сих пор живет но учитывая сколько сейчас функционала вложено так тебе и учитывая что останавливается буквально в один клик а поднимается в процессе вообще за миллисекунды не забываем что основная аудитория так тебе это прежде всего аналитики а большая часть аналитика все-таки знает хотя бы пас для них порог вхождения просто максимально получаются плюшки от этого просто потёр лампу появился джин сделал всю работу даже если памяти не хватало в пантосе и также быстро исчез ну как бы это классный вариант а как я узнал о нем еще до создания дак дебе я уже пользовался базы которые гораздо менее популярны они мало кто знает это чисто вот как раз внутренний проект того нидерландского исследовательского института математики компьютер-сайенс то откуда они ядро взяли дак дебе это база монет монет дебе она до сих пор жива у них писать даже страничка в википедии в амстердаме они были и сейчас есть вот я пользовался ей до того момента пока они перестали выкладывать в репозитарий свой пакет и дальше уже народ начал разбираться там а как жить дальше ну та аудитория которая подсела тебе как раз презентовали всем так дебе как круто но мне кажется вообще рассказал много всего интересного и мне кажется я все больше склоняюсь к тому чтобы попробовать и начать как-то применять на практике может быть сказывается тот факт что я мало чего-то делаю локально и больше все где-то на серверах именно из-за этого я все не мог придумать какое применение найти но как же верно подметил это можно и 9 прикрутить и аналитикам дать как-то генрих говорил то есть мне кажется в принципе штука хорошая надо просто грамотно заиспользовать вот но и будет лучше естественно если будет больше разных подобного класса инструментов тот же там перенос кликхауса на локальный вариант может еще какие-то пакеты open source чем больше будет конкуренции больше будет новых клевых фич меньше будет всяких регэкспов а будут у нас за нормальными полезными штуками ну это я шучу так спасибо большое что забежал будем наверно закругляться на сегодня очень интересный рассказ с удовольствием позовем тебя еще раз осветить другие темы о которых ты можешь нам поведать и нашим слушать его что пригласили спасибо всем всем пока спасибо пока пока услышимся пока пока